всех приветствую сегодня решил покатиться в макапсе где мы с вами находимся посмотреть как тут дела на пляже как тут речка течет красивущая смотрите какая белые камешки вот что значит белые камешки белые камешки породы здесь другие чуть-чуть видите и картинка совершенно другая шторм не обошел пляж макапсе стороной как видите немножечко тут подмусорил а там посмотрим что там дальше в этом году летом и сюда даже не выбирались если позапрошлом сезоне бывали то в этом почему-то не срослось ну судя по всему тут все нормально помните вот там вот русалок кормили точнее было было надпись русалок не кормить пойдемте прогуляемся посмотрим что-то здесь изменилось немножечко под залили я смотрю какое-то здание деревянное соорудили было время летал я здесь ну не я летал коптер летал а здесь мы только загорали здесь были качельки если не ошибаюсь было прикольно пляж в принципе сильно не изменился я смотрю все то же самое но надпись вот этих русалок не кормить нет здоровые булыжники типа бум там он какое-то строение не знаю слегка склонилась хотя не уверен на значительном удалении от него нахожусь вдали санаторий юг ну а дальше уже лазарьская отсюда прекрасно видно это здоровое здание большущие которое мы называем мариной в целом пляж в отличном состоянии я бы сказал зимнем законсервированном состоянии там наверху если на горку подняться будет поселок маккапсе здесь по улице сусанина если ошибаюсь красивые домики с замечательными видами на закат и знаете когда сейчас сюда ехал обратил внимание там где-то далеко за несколько километров солнце вышло и прям подсвечивает море очень красиво как-то все-таки неожиданно точнее не то что неожиданно непривычно видеть белые камни такие светлые светлые и галька здесь немножечко другая но в плане того что галька на есть везде обточена похуже у нас почему-то камешки такие преимущественно все гладенькие видимо долго долго шли по реке все стали гладкими обтесанными только потом попали в море здесь же видимо речка сразу их закидывает каким-то образом я не знаю но это мои предположения это не точно как говорят нынче все торговые точки вот эти объектики их маленькие которые здесь были они так и остались все на месте маленький ниагарский водопадик с чистейшей красивейшей водой прям хочется туда занырнуть прям ну нельзя не время там девушка с ребенком пойдемте наверх подумать вот наверное этот пальма столб которая была качелькой возможно может быть я ошибаюсь я сюда маш вынесла там целая куча мусора под навесом то ли сбилось то ли кто-то накидал выхода такого нету нормального да вроде бы как тропинка куда-то ведет но ведет она к забору или нет нет вру есть там выход дальше туда мне хочется вот сюда выйти давайте прогуляемся в этой части жителям макапсе чтобы попасть на пляж приходится достаточно большой отрезок пройти то ладно когда идешь с горки там все нормально я просто ходил этим маршрутом но когда ты идешь на горку все немножечко печальнее поэтому высоко высоко я конечно не пойду но немножечко покажу вам напомню есть ролик кстати где ходил этим маршрутом смакапсы сверху как бы возвращаешься далекие 70 60 хотя если честно мне то чего возвращаться я тогда еще был 60-х вообще не был 70-х был можно сказать бессознательном состоянии хотя в два-три года уже что-то в памяти мне откладывалось но тем не менее все статьи вот старые картинки которые ты наблюдаешь где-нибудь вот они напоминают тебе именно те года я часто рассматриваю старые фотографии города сочи ступенек здесь ой скажу я вам сколько много тем не менее народ он смог обсе прогуливается я сейчас просто буду сильно много сопеть и кряхтеть вы знаете это дело я люблю хотя кардио тренировочка мне бы тоже не помешала интересно сколько лет этому асфальту может быть он как раз мой ровесник а может и нет ну скажу я вам что здесь немножечко но повред подреставрировали считайте меня коммунистом покрасили точно некоторые балясины заменили металлическим забором штурм сюда точно не доходил вот сверху вниз смотреть намного интереснее наверное такие композиции так и хочется точнее представляющимся какой-нибудь старик хаттабыч выйдет не знаю почему ассоциация именно с тем старым фильмом для таких как я уже лавочки поставили ну а здесь я тоже гулял но гулял сверху вниз правда потом мне все равно приходилось опускаться точнее подниматься но этого не видели смотрите какое поле желтых цветочков в декабре интересно база лад вроде как так было написано симпатично сделана территория такая выделена для детей замечательный вид на море из окон этого здания но это для таких как мы с вами ну или точнее для тех кто не живет в этих зданиях тропинка к морю для местных жителей я нашла богу что она есть пансионат нас называется бар-грот бассейн сауна а море туда опять это строение которое напоминает мне далекие 60-70-е в которых я не был практически тихо спокойно никого а ведь наверняка когда-то здесь кипела жизнь в этих вот сейчас опять чуть-чуть ругательное слово не сказал вот в этих штуковинах которые внутри наверняка стояли какие-нибудь статуи так туда пойдешь к морю попадешь сюда пойдешь макапса верхняя попадешь у нас там макапсы там много и верхняя и нижняя но мне интересно посмотреть на море сверху да и вам показать к сожалению есть такая категория людей которая позволяет себе бросать мусор и вот идешь и замечаешь что вправо-лево накидали для чего-то мусор для чего я не знаю то ли воспитание то ли лень то ли комплексно ух там такой птиц какой-то полетел я не знаю что это за птица она такая размах крыльев у них более метра точно вряд ли это степной орел но что-то такое большое кипарис видимо еще недавно упал сравнительно может быть вот во времена штурмовека потому как еще зелененькие веточки у него дальше тупик получается ну или крутой спуск к морю кому как вот и солнце вышло как я вам говорил где-то там вдалеке хотя в этот раз у нас даже поближе не вдалеке пойдемте чуть-чуть спустимся вот тут натоптано возможно здесь кто-нибудь вечерами сидит и любуется скорее всего так оно и есть сейчас солнце светит нам прямо в глаза поэтому может быть не самая лучшая картинка но когда она такая ближе к закату здесь классно я вам скажу фантастика просто в принципе ради этого я сюда и шел сейчас показать вам этот вид ну все когда-нибудь заканчивается пойдемте в сторону Макапсы а потом уже пойдемте в сторону машины обратная дорога у меня будет пролегать так же я имею ввиду по тем уже самым ступенькам поэтому я не вижу большого смысла вам ее показывать тем более аккумулятор имеет свойство разряжаться к сожалению а на новой модели камеры кстати батарея тянет вроде как до двух часов вот вон базовый дыхалат с этого ракурса тихо спокойно ну а там дальше поселок я не знаю смысл вам есть его показывать там несколько магазинчиков школа да и как бы на этом все когда-то видимо тут была такая тропинка ведущая к чему-то наблюдателям я имею ввиду какой-нибудь беседка может быть там стояла на склоне было бы здорово если бы она там была а вот мусор про который я говорил бутылки, склянки все тут кидают люди вот это строение почему-то не востребовано трудящимися странно хотя номер инвентарный у него есть 0657 хорошо хоть не три шестерки здесь какой-то пансионат наверное тоже башенка мостики судя по всему котельная ну вся территория закрыта что-то в голове юность юность а нет это же макапса кстати когда-то давненько давненько была у меня возможность там гулять но это уже неправда ходил там ходил помню может кто-то из вас останавливался здесь бывал кому-то наверняка будет интересно посмотреть эти места и вспомнить ну думаю немногим обычно такие прогулки по населенным пунктам маленьким не вызывает дикого восторга у подписчиков ну и ладно я тут в том числе для себя и так вот мы куда-то вышли крутой поворот куда вышли я уже не помню там есть дорога куда-то еще вниз и частные домики вон там вон дальше трасса и частные домики а где-то там видимо вход центральный макапсе и вот те школы и магазинчики про которые я вам говорил там просто длинная улица и справа левое здание поверьте мне на слово ну дойду покажу немножечко жарко порядка 18 градусов и в куртке я прям весь мокрый улица свободы не путать со статуей вот там вот Адрианово кажется какой-то отель, не отель либо пансионат кстати он являлся спонсором какого-то из фильмов вот и не помню хоть убейте мне хоть стыдно но не помню все дальше там школа и магазинчики и как бы на этом все хотя нет видимо собственник поменялся если раньше это было Адрианово как мне кажется возможно я ошибаюсь ребят возможно но я не ошибаюсь теперь это называется здание Яврум интересное название но я не знаю что оно значит сначала мне показалось Яварум думаю почему ты Варум Яврум возможно неправильно ставлю ударение все друзья мои дальше неохота мне идти я просто выйду на трассу мимо пятиэтажных домов поэтому отправляемся в обратном направлении в сторону моего транспортного средства опять же мимо пансионата Макапсе Яврум и еще какой-то там вот лад кажется если бы у меня был пропуск я бы прошел через санаторий но пропуска у меня нет товарищи владельцы санаториев если вдруг вы смотрите допустим имейте ввиду что я с радостью бы показал вот именно санатории пансионаты людям которым это интересно а люди которым бы это все было интересно с радостью бы посмотрели надеюсь напоминаю основной канал Дзен если что вот я все время напоминаю где-то в конце сейчас хотя бы хотя тоже уже к концу идет этот ролик ну вот так вот ребята вот такой вот поселок Макапсе может быть кто-то на меня обидится скажет что ж ты падла такая не дошел туда вот дальше ну такая падла хочу немножечко сохранить аккумулятора и прогуляться еще в другом месте кто-нибудь поближе к природе как говорится хотя здесь тоже недалеко от природы если честно тихо спокойно и можно сказать не души вот встретил только парочку с собачкой и все всем говорю до свидания всем пока до новых встреч в эфире пойду снимать дальше что-нибудь поеду хотя я вам обещал еще показать красивые дома но не знаю пока я дойду аккумулятор разрядится точно нет 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 другой раз наверное всем пока